Всем привет! Добро пожаловать на канал. В комментариях под предыдущим роликом вы попросили меня опробовать установить операционную систему Windows Small Business Server 2008 на современный компьютер. И сейчас в данном видео попробую это сделать. Поехали! Что такое операционная система Windows Small Business Server 2008? Это операционная система, которая заработана для использования на малых предприятиях. Обычно до 50-75 пользователей или компьютеров. В ней есть отличие от обычной версии Windows Server 2008. Поэтому я все-таки решил сделать видео с данной операционной системой. Удивительно, но ее можно скачать с официального сайта Microsoft. Но если интересно, я ссылку оставлю в описании. Вот она Windows Small Business Server 2008 Premium. Ознакомительная версия. Выбираем язык и жмем скачать. Далее записываем все это дело на флешку через UltraSO. С версии 2008 года никаких проблем быть при загрузке не должно. Заходим в Bootmenu и выбираем нашу флешку. Появляется ошибка A5, которая была во множестве предыдущих видеороликов. И это очень странно по той причине, что появлялась она в основном при установке Windows XP, либо Windows Server 2003. А данная версия Small Business Server основана на Windows 7. И вроде как она должна была войти хотя бы в установочное меню. Но этого не произошло. Получается, что операционную систему Windows Small Business Server 2008 мы не сможем установить на современный компьютер. Интегрировать драйвер HCI я смогу лишь только дистрибутив Windows XP. Что же делать? Ну, нам поможет вот этот топ ПК 2009 года, который я приобрел специально для установки Windows и всего остального. Он 2009 года выпуска. Там уж данная операционная система 100% должна запуститься. Для того, чтобы комфортно пользоваться данным ПК, нам понадобится хороший монитор. Поищем его на Е-каталоге. Переходим в раздел «Монитор». Ну, это у нас второй компьютер, поэтому супер широкий грант нам не нужен. Выбираем 2324 дюйма. Листаем ниже. Разрешение 2К нам тоже не нужно. Да и ПК не одну игру в 2К не потянет уж точно. Поэтому выбираем Full HD. Ну, тип матрицы, конечно же, это IPS, которая без искажений, как TN, например. Ну, и, конечно, чтобы наши глазки не уставали, это 144 Гц. Жмем «Показать». И вот он. LG UltraGear 24GN650. Перейдем в характеристики. И тут нужно учитывать одну немаловажную характеристику данного монитора. Это яркость. Здесь у нас 300 КД. Поверьте мне на слово, лучше всего брать монитор минимум с 300 КД и выше. Монитор с 250 КД вам будет казаться совсем уж тусклым. Поверьте мне на слово. В этой части можно промониторить цену и приобрести товар по самой выгодной стоимости, что я и сделал. В этом и в последующем видео вы будете видеть установку операционных систем именно на этом мониторе. Сейчас и кодлог доступен в Казахстане. Если интересно, то все ссылки я оставлю в описании. Подключаем наш монитор и заходим в Boot меню. Выбираем ту же флешку с операционной системой Windows Small Business. У нас появляется такое меню установки. От Windows Server особо не отличается, кроме надписи Small Business. Жмем далее, установить, принимаем соглашение, выбираем полную установку и выбираем наш тестовый SSD диск. Жмем далее, установка запустилась. И у нас появляется сообщение, что первый этап установки завершен. То есть следующий этап установки может занять 30 минут, а то и дольше, в зависимости от оборудования. Такого меню я еще не видел ни в одной установке Windows. Жмем далее, настраиваем часы и формат времени. Жмем далее и у нас появляется ошибка, что сетевой адаптер не найден. И он никак не дает продолжить установку. Если я нажму отмена, то он завершит всю установку полностью. Так, мы конечно же жмем нет. Получается, что без драйверов на сетевой адаптер мы установить Windows Small Business Server 2008 не сможем. Даже вот на этот старый компьютер 2009 года. Такого уж точно не было ни в одной версии операционной системы от Windows, которую мне приходилось устанавливать. Это уж точно. Всегда можно было все это дело пропустить. Что же делать? Я скачал с официального сайта материнки все версии драйверов на сетевую карту. Далее их распаковываем и записываем на флешку. Жмем открыть диспетчер устройств для установки драйверов. Находим сетевую карту, жмем свойства. У нас появляется какая-то ошибка, что запуск этого устройства невозможен. Код 10. Это кстати очень странно. Обычно он пишет либо нет драйверов, а тут прям как будто какая-то неисправность. Далее жмем драйвер, обновить, выполнить поиск драйверов на этом компьютере. Выбираем нашу флешку. Вот эти драйвера с официального сайта. Жмем ок и сейчас он автоматически сам должен найти подходящий драйвер. Жмем далее. И действительно он его нашел. Пошла установка драйвера. Жмем закрыть. Теперь все. Это устройство работает нормально. Жмем проверить сетевой адаптер. И у нас продолжается установка. Он нам предлагает выполнить подключение к интернету и проверить все обновления. Ладно уж, не будем терять время. Просто установим без скачивания обновлений. Заполняем сведения об организации. Жмем далее. Называем сервер. Сейчас будет RamTag. Вводим имя. И обязательно сложный пароль. Установка служб безопасности. Жмем далее. И дожидаемся окончания. Итак, мы попадаем на рабочий стол. Что мы видим? Появляется окно, где написано установка произведена успешно. Можно приступить к использованию сервера. Открываем консоль Windows CBS. И у нас тут все настройки. Пользователи группы, сеть. Есть даже архивация, то есть создание так называемых бэкапов. Отчеты, ну и безопасность. Значки у нас от Windows 7. Открываем мини-пуск. Оно немного обрезанное, в отличие от 7. И у нас есть вкладка администрирования. Все оформление выполнено в упрощенном стиле. Перейдем к свойствам моего компьютера. Здесь у нас появляется такой значок. И надпись Windows Server Standard FE. Что по всей видимости значит пробная версия. Ну и конечно тот самый процессор IC. При открытии абсолютно всего он всегда спрашивает разрешение на продолжение. Например, я сейчас пытаюсь открыть диспетчер устройств. Переходим. Тут изменений никаких нет. И все драйвера установлены. Что конечно не удивительно, ведь компьютер 2009 года выпуска. После выхода операционной системы Windows Small Business Server 2008 прошел всего лишь год. Поэтому у нас тут все работает. Если мы кликнем правой кнопкой по рабочему столу, у нас тоже тут немного все изменено. Отсутствует раздел свойства экрана. Есть только персонализация. Переходим и выбираем, что нам нужно настроить. Например, параметры дисплея. Здесь тоже можно заметить, что все изменено. Есть только один раздел. Попробуем изменить тему, но у нас есть только стандартная тема Windows. От семерки тут ничего нет. Фоновые изображения рабочего стола также отсутствуют. Перейдем в темы. Здесь тоже никаких дополнительных тем не обнаружено. Перейдем в панель управления. Она от семерки ничем не отличается. Все то же самое. Кроме конечно оформления. Перейдем в мой компьютер. Проводник. Отличается у нас тут все как, если я не ошибаюсь, на Windows 2000. А нет, все-таки можно изменить на плитку. Да. В левой части отсутствует быстрый доступ, избранная, ну и так далее. Есть только документы, изображение, музыка. Хотя я думаю, можно их тоже, наверное, как-то сюда добавить. Зайдем в раздел о программе Windows. И у нас тут логотип Windows Small Business Server 2008. Все выглядит так, как вы можете наблюдать на своих экранах. Единственное, что мне непонятно, почему они не оставили интерфейс от Windows 7. Думаю, сильно нагрузка от этого не выросла бы. Далее попробуем зайти в интернет с помощью интернет-эксплорера. Потому что любой другой бразер, по каким-то неведомым причинам, здесь не хочет устанавливаться. Даже если его запустить от имени администратора. При запуске Google Chrome появляется такое сообщение. Нет обновлений. Сначала пробуем зайти на Google. Вроде заходит, по традиции, на YouTube. И он нас каждый раз будет спрашивать про какую-то ошибку в сертификате. Пробуем предложить то, что нам не рекомендуют сделать. Неважно, на какой сайт мы будем заходить. Интернет-эксплорер будет нас всегда предупреждать о том, что ваша безопасность под угрозой. На YouTube мы зайти не сможем по той причине, что нам нужно скачать и установить какой-то обновленный браузер. Firefox тут тоже не запускается. Ну и ладно, фиг с ним. Еще, кстати, в меню пуск измененные значки выхода из системы и завершение работы. Панель задач здесь по умолчанию не закреплена. Но сейчас мы проверим, запустятся ли игры плюс-минус того года. Такие как PenKiller, Dead Space и Doom 3. Начнем с PenKiller. Раз появляется какая-то ошибка, что не найден какой-то путь, окей. О, но запуск произошел. Да, все исправно работает. Причем, чем мы играем, 120 Гц. Потому что наш монитор как поддерживает и видеокарта тоже. Ничего не тормозит. Все вроде так, как и должно быть. Запустим Dead Space. Мышка немного тормозит в меню, чтобы это все дать игру. Все работает отлично. Ну и, конечно, Doom 3. Все, играть можно. Добро пожаловать в подземелье, солдат. Самое скучное место на Марс. Одну минуту, я выдам тебе броню и пистолет. А то что это за солдат без оружия? Вот твое барахло. Эй, эй, тут стрелять нельзя. Сейчас я проверю радио. Что по итогу. Операционная система Windows Small Business Server 2008 не смогла установиться на современный компьютер. Но без проблем встала на старый ПК. Отличие от обычной версии Windows Server 2008. Это измененное меню установки, где невозможно поставить систему без драйверов на сетевую карту. Ну а также ограниченным количеством подключаемых компьютеров. На этом все. Напишите в комментариях, какую следующую операционную систему установить. Если видео понравилось, обязательно поставьте лайк и колокольчик. В любом случае подпишитесь на канал. Всего доброго. Пока.